Очередное заседание общественной палаты прошло в районной администрации. Обсудили деятельность новой мусороуборочной компании. Она работает на территории района с февраля, но у жителей до сих пор осталась масса вопросов. Мусор стал обязательной коммунальной услугой. В отличие от того, что он такая же услуга, как свет, вода, канализация, но на эти услуги есть узел учета. На мусор нет узла учета. Поэтому региональная аналитическая компания приняла высоединенный тариф. По Северскому району он равен 2,34 в год на одного человека. Огромное количество жалоб от жителей на некорректные данные в квитанциях. Сотрудники компании продолжают наводить порядок в базе данных. Многие жалуются о том, что, допустим, он оплатил квитанцию, а ему идет задолженность. Просто у нас договор заключен с почтой. Почта печатает до 10-го числа. Если кто-то из жителей оплативает 12-го, 13-го, 14-го, соответственно, так, то автоматом компьютер выбивает задолженность. Мы людям в телефонном разговоре и так говорим о том, что не обращайте внимания на это, если вы оплатили после этого числа. Многие моменты в деятельности компании нужно дорабатывать. Помешковый сбор мусора нужно заменить контейнерными площадками. Администрации района и поселений будут продолжать работу в этом направлении. Постоянное отключение электроэнергии – еще одна важная тема для разговора. У нас на этот год 74 объекта в ремонте. На данный момент отремонтировано 45. Но я не буду говорить по типам оборудования. Это и тацинаторные подстанции, и линии низковольтные, и линии высоковольтные. Остальные все до 20 сентября стоит задача, как бы эти работы выплаты. Поэтому это связано с отключением. Мало того, как ремонт этих подстанций связан просто с заменой оборудования. Если раньше мы ремонтировали, мы имеем в виду раньше Куманинера, сейчас рассветили, мы ремонтировали, меняли тот же провод на тот же провод и прочее. Сейчас меняем на этот изолированный СИП. Еще одна причина отключений – новые технологические присоединения. Чтобы подключить даже одного нового абонента, обесточивать приходится целую улицу. По словам заместителя главы района Виталия Веденеева, сейчас в Северском районе идет активный приток населения, высокими темпами ведется застройка, а значит растет и загруженность сетей. Проводятся капитальные ремонты, но это полностью не решит проблему. Планируется строительство нового питающего центра в станице Северской, который должен справиться с новыми нагрузками.